Приветствую вас. Мне очень жаль, что ваш опыт взаимодействия с психотерапевтами, с психологами был крайне негативный. Вот, к сожалению, в данной ситуации не редко в условиях России. Вот, и действительно часто специалисты ведут себя так, как будто человек, который к ним причем является действительно не этот человек. Отвечая на ваш вопрос, хочется сказать в общем и целом простую достаточную вещь, что вот качество психологической помощи легко определяется по тем чувствам, которые у вас возникают. Данные чувства могут разделяться на два типа. Первый тип, это когда вам неприятно от того, что говорит специалист. И вы понимаете, что он говорит, он не говорит вам ничего конкретно обидного, он не говорит вам ничего конкретно оскорбительного, он не обесценивает вас. Он не как бы принижает вас, да. Он просто говорит какие-то вещи про вас и вам это неприятно. То есть, то есть специалист просто констатирует определенный факт, просто задает вам вопрос. Да, неприятные, да, они такие достаточно жесткие, но это факт, факт, это просто факты или какие-то выводы, которые затрагивают вас, но не носят характер оценки, скажем так. Либо это другие чувства, когда клиент чувствует себя, когда вы чувствуете тепло, когда вы чувствуете понимание, когда вы чувствуете себя легко, когда вы чувствуете себя свободно, когда вы чувствуете себя в безопасности, в состоянии полного принятия. По сути я вам сейчас описал такие вот две крайние формы реакции клиента на подход психотерапии, на подходы к психотерапии. То есть есть гуманистические подходы, есть подходы такие вот более жесткие. Вот тут в зависимости от школы психотерапии, да, и того метода, того подхода, который используют психолог. Но сравнивание, пренебрежение, то есть вот жесткость какая-то такая, прямота, резкость, ненойно путать с пренебрежительностью. Оценка. Это неприемлемо. То есть у профессионала этого делать не будет. И понимаете, вас может быть даже не заденет то, что специалист вас оценивает, или тот, что он попросил вас подождать, там, пока он, не знаю, к примеру, там, обсудит, да, какие-то вещи с коллегой. Вас там очень не дают, вас это может быть не заденет. Но это неприемлемо. Потому что каким бы подходом специалист не владел, клиент в центре его внимания. И клиент пришел не за оценкой, клиент пришел не за советом, за пониманием себя. И если вы не чувствуете, что тот вектор, который задает специалист, направлен на понимание вами лучше себя, то это не профессионал. Ну, здесь, понятное дело, все упирается в честность. То есть если вы честны с собой полностью, а это бывает достаточно редко, то вы очень легко определите, какой психолог вам подходит. Если вы не честны с собой, если вы склонны выдавать именно то, что вам хочется за то, что есть, то определить, конечно, это будет сложно. И у меня, например, вот возникает недоумение по поводу того, что если вы видите, что человек смеется над вами, обсуждает вас, говорит вам какие-то оценочные вещи, вот, если откровенно указывает вам, то есть говорит, пойди туда, сделай то-то. Я не очень понимаю, почему вы к таким специалистам ходите и с такими специалистами поддерживаете контакт и связь. Вы можете сказать, что обращаемся мы к специалистам в минуты отчаяния, в момент отчаяния, ну, на самом деле, на самом деле, ну давайте будем опять же честны, в моменты сильного отчаяния, к психологу не идут, в моменты сильного отчаяния мы находимся либо с людьми, которые нам близки и просто откровенно резем, бьемся в истерике там и так далее, да, либо, либо мы находимся в определенных учреждениях, мы находимся в больницах, мы находимся в санаториях и прочее, 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 потому что психолог, психолог, ну он не работает с острыми состояниями, с острыми состояниями работают врачи, вам психотерапия не поможет, в остром состоянии и психотерапия не работает, вы поймите. Поэтому тут вот опять же идет вот это вот, как бы сказать, размытие границ, да, тут происходит размытие границ. Многие люди, в частности в российских реалиях, обращаются к психологу в состоянии отчаяния. Они довели себя до этого состояния, они дотерпели и они пришли. Но психотерапевт, психолог, не волшебник. И в таком состоянии человека можно либо поддержать, то есть по сути, дать ему возможность прожить свои эмоции, это не психотерапия. Это имеет психотерапевтический эффект, но это не психотерапия. Либо понимая, что сейчас человек проживет, да, это, и все, он уйдет, он, ну, он не будет заниматься психотерапией длительно. Потому что русскому человеку кажется, что когда отпустило все, работать не нужно. То это вырабатывает у некоторых специалистов такую вот реакцию. Мол, типа, а зачем стараться, он все равно уйдет, все равно, как бы, все равно это не клиент. Вот. Да, это нехорошо. Да, это не профессионально, неэтично. Это непозволительно и неприемлемо. Но, с другой стороны, клиенты сами создают такую реальность. Ведь специалист, он тоже вкладывает ресурсы, он вкладывает силы. И, когда специалист работает, он вкладывает в клиента силы, а потом просто не приходит, потому что его отпустило, и он больше не хочет работать. Ну, это вызывает отказ. И да, понятно, что в идеальной ситуации психолог обращается к супервизору, чтобы тот ему помог справиться с этим, всегда люди это делают. То есть никто не идеален. Но вам, вам, как клиенту и как человеку, нужно понять, что только вы стоите на страже своих интересов. Только вы. И никто больше. И если вы не защищаете свои интересы, если именно вот, именно вы свои интересы не защищаете, то никто ваши интересы защищать не будет. Да? Слишком велик, что благо вами воспользоваться. И психологи, к сожалению, может быть, и к счастью, но тоже люди, которые точно так же имеют слабости. Дальше. На всё. Хотелось бы знать, как можно получить качественную наученную услугу и оставить свои права в случае, если психолог не брав. О каких правах вы говорите? Если вы имеете в виду возврат денег? Да, очень просто. Если в процессе беседы у вас возникла позитивная динамика или то, что я сказал, значит слуга качественная. Если нет, значит слуга некачественная. Как понять, что человек не мошенник? По этим же самым вещам. Людям хоть так. Ну вот, соответственно, тут я уже говорил. Когда обращаются за психологической помощью, ставят себя в позицию недочеловека. Ну, это ваша позиция. То есть это вы почему-то считаете, что человек, который обращается за психологической помощью, недочеловек? Почему вы так решили? Вопрос. То есть вы здесь по сути проигрываете то, что транслируют вам другие. Но почему то, что транслируют вам другие, вы принимаете и прогладиваете? Большой вопрос опять же. Как оставить свои права и деньги? Сказал. Контракт, который заключается в психолог, только на половинах деньги берет наличка без чеков, а без чека. Так, следовать нет никаких доказательств. Доказательств чего? Вы хотите психолога привлечь к ответственности. Вот вам беспроигрышный вариант именно такой. Не обращаться к психологу в состоянии острого эмоционального состояния. Да? Ориентироваться на себя. Здесь и сейчас. И все. Так. За что он вообще отвечает? За позитивную динамику и за то, чтобы вы предоставите все свои знания и весь свой опыт клиенту. Так. Так. Неспециальное образование. Не гарантирую клиенту для оказанной услуги надлежащего качества. Не коррект, не реплики. Зачем так вообще говорить? Так. Ну, тут вы описываете просто непрофессиональное поведение. Вот. Такая вот, такая вот история. Такой вам ответ. Если вы действительно хотите поработать, если вы действительно хотите получить качественную услугу. На этом все. Я надеюсь, что помог. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к любому специалисту, который вам придется подышать. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.